МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Альпинисты впервые за два года поднялись на Эверест. Чрезвычайная ситуация на рейсе Дрезден-Дюссельдорф. На борту аэробуса А320 компании German Wings произошло задымление. Из кабины пилотов внезапно повалил дым. Командир авиасудна тут же сообщил об инциденте диспетчеру, так что при посадке в аэропорту Дюссельдорфа лайнер встречали пожарные расчеты. Пассажиров срочным порядком вывели на улицу, затем к работе приступили пожарные. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщило руководство авиакомпании. О причинах задымления пока не сообщают. Безвизовый режим Е с Турцией под вопросом. Лидеры европейских стран считают, что отмена виз для граждан этой страны увеличит риск террористических атак в Европе. Информация об этом содержится в отчете Еврокомиссии, который попал в руки журналистов британской газеты The Telegraph. Авторы отчета утверждают, что после введения безвизового режима иностранные террористы и организованные преступники смогут получать турецкие паспорта и с ними без каких-либо проверок пребывать в континентальную Европу. Сейчас отпечатки пальцев в рук тех, кто въезжает в Европу, вносят в единую базу данных, доступ к которой есть у антитеррористических подразделений. В случае либерализации визового режима для Анкары данный контроль в отношении граждан Турции применять не будут. Вопросы и сомнения по поводу будущего безвизового режима возникают и у противоположной стороны, в Анкаре. В Министерстве иностранных дел Турции требования ЕС о внесении изменений в антитеррористическое законодательство сравнили с поддержкой терроризма. Брюссель требует, чтобы Турция сузила понятие терроризм, зафиксированное в действующем законодательстве. Анкара отвечает, что само это требование – поддержка террористов. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушаглу, Турция не может пойти навстречу ЕС и изменить свои законы. Он отметил, что упрощение визового режима – естественное право граждан Турции и подчеркнул на необходимости ЕС сдерживать свои обещания. Армении и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Серж Сарксян и Ильхам Алиев заявили об этом по итогам заседания Минской группы ОБСЕ. Президенты договорились соблюдать перемирие в Карабахе на основе соглашений 1994-1995 годов. Сарксян и Алиев также утверждают, что намерены продолжать обмен данными о пропавших без вести. Кроме того, стороны согласовали усиление наблюдательной миссии ОБСЕ в регионе. Сейчас там работают только шесть наблюдателей. Это была первая встреча с Арксяной и Алиевой со времени апрельской эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. Помимо глав Азербайджана и Армении, во встрече также принимали участие министр иностранных дел России Сергей Лавро и госсекретарь США Джон Керри, а также госсекретарь Франции по европейским делам Орлем Дезир. В Нагорный Карабах автономия в составе международно признанных границ Азербайджана большинство населения, которое составляют армяне по национальности, в одностороннем порядке провозгласила независимость после войны 1988-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом. В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения. В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек. Азербайджан не контролирует около 20% своей международно признанной территории. Бундестаг намерен принять резолюцию о геноциде армян в Османской империи. По данным газеты Financial Times, немецкие депутаты собираются признать термин «геноцид» в отношении массовых убийств армян и других христиан во время Первой мировой войны и официально осудить эти действия. Голосование запланировано на 2 июня. В прошлом году, в сотую годовщину событий, в Бундестаге проходили жаркие дискуссии по вопросу признания геноцида. Но правительству Меркель удалось отбиться от инициативы оппозиционной партии «Зеленых» и снять с повестки днящик от «Левый вопрос». Однако сейчас в правящей коалиции социал-демократов и консерваторов произошел раскол. И сейчас резолюция может быть принята. Если Германия действительно признает геноцид армян, это будет неожиданным ударом по Турции, пишут СМИ. Отношения между Анкарой и Брюсселем и так ухудшились после того, как Евросоюз отказался вводить для турок безвизовый режим. Европейские чиновники сообщили, что турецкая сторона не выполнила все необходимые требования. В ответ президент страны Раджепта и Пердаган пригрозил сорвать соглашение по решению миграционного кризиса. Таким образом, резолюция может серьезно ударить по канцлеру Ангеле Меркель, отмечает Financial Times, ведь ей будет трудно убедить Анкару пойти на компромисс в других вопросах. Но парламентарии отдают себе отчет, что признание резолюции вызовет бурю негодования у Анкары и не хотят идти на поводок у деспотичного президента Турции. Об этом заявил Джемас Демир, сопредседатель оппозиционной партии «Зеленых». Сейчас в ФРГ проживает около 4 миллионов выходцев из Турции. Противостояние полиции и манифестантов на улицах Найроби. Сотни людей вышли в центр города, чтобы потребовать распуска независимой избирательной комиссии. Оппозиция считает эту организацию необъективной, обвиняет чиновников в подтасовке результатов предыдущих выборов и коррумпированности. Полицейские избивали протестующих дубинками. Против участников акции применили водометы и слезоточивый газ. Митингующие в ответ закидывали стражей порядка камнями. Это уже третье столкновение за текущий месяц. Предыдущие также были связаны с требованием о распуске избиркома. Организатором акции стала оппозиционная коалиция во главе с бывшим премьер-министром страны Раилой Адингой. На прошлых президентских выборах он проиграл и безуспешно пытался обжаловать результаты в суде. В Кении выбирать главу государства и парламент будут только в середине следующего года. Но политики уже вступили в борьбу. Действующий президент страны Ухуру Киньята, который собирается баллотироваться на второй срок, призвал своих оппонентов воздержаться от уличных акций. Итоги выборов 2007 года спровоцировали массовые сплотновения на этнической почве. Тогда погибли около 1200 человек. Западные дипломаты призвали кенийские власти обеспечить порядок на предстоящем голосовании. Индия страдает от засухи. Великая река Ганг, одна из самых полноводных рек Южной Азии, стала похожа на отдельные ручейки и озера. Во многих местах главную водную артерию Индии можно перейти, даже не замочив колени. А все из-за небывалой жары. От засухи страдают около 300 миллионов индийцев. Очередная волна жары пришла в Индию в начале мая. Во многих районах столбик термометра поднялся выше 40 градусов по Цельсию. Чтобы побороть немилосердную природу, власти Индии решили пойти на отчаянный и безрассудный шаг. Они хотят повернуть реки вспять. Согласно планам Министерства водных ресурсов страны, часть стока крупных рек перебросят в засушливые районы. Воду будут брать из Брахмапутры и Ганга, а также с гималайских ледников. Категорически против проекта выступают индийские экологи. По их словам, разворот рек нарушит хрупкий природный баланс и в долгосрочной перспективе может только усугубить ситуацию. Индия станет не первой страной, решившей бросить вызов природе. В 70-х годах повернуть сибирские реки в Среднюю Азию попытались в Советском Союзе. Однако через 10 лет власти решили прекратить работы. Сейчас, похоже, проект пытается осуществить Китай. Там строят каналы, которые должны перебросить воды реки Янзы в Хуанхэ. Стоимость реализации проекта более 60 миллиардов долларов. Китайские экологи тоже против планов правительства, как и их индийские коллеги. Тяга к экстриму превыше всего. После двухлетнего перерыва, вызванного стихийными бедствиями и гибели десятков альпинистов, на Эверест вновь поднялись люди. Покорить Джамалунгму, поднявшись на высоту 8850 метров, решились двое британцев и один мексиканец. Я чувствую себя счастливчиком, потому что мне удалось достичь вершины. Последние два года были очень тяжелыми для альпинистов. 2014-й из-за лавины, а прошлый год из-за землетрясения в Непале. Давид Гонсалес на Эвересте не впервые. Он уже подымался на эту гору в 2013 году, но с тех пор она изменилась. Землетрясение повредило вертикальную скалу на ее вершине. Впрочем, подыматься на Джамалунгму от этого стало только легче. Грустно видеть, что исчезла такая культовая часть горы. Но с другой стороны, теперь для альпинистов подъем на вершину будет быстрее и безопаснее. Покоритель Эвереста благодарит своих помощников и проводников, шерпов. Они взяли на себя ведущую роль в планировании маршрута, и без них у альпинистов ничего бы не вышло. Шерпы шли впереди спортсменов, и на финальном участке восхождения установили веревки, чтобы альпинисты могли держаться за них, подымаясь на вершину. За последние два года количество желающих подняться на Эверест резко уменьшилось из-за серии природных бедствий в регионе. Последнее землетрясение было настолько разрушительным, что оставило без крова миллион непальцев. Первая автономная водородная заправочная станция начала работать в британской столице. Топливо она вырабатывает сама, из водопроводной воды. Для этого используется энергия из возобновляемых источников. Генерируется она от солнца и ветра. Также станция может отдавать избыточную энергию в городскую сеть. Безаправка машины занимает три минуты, и на этом топливе она может проехать 300 миль. Отсутствуют ограничения, которые есть у электромобилей. И также станция может эффективно обмениваться электричеством с городской сетью. Во время заправки в машину закачивается 5 килограммов сжатого водорода. Стоит это 50 фунтов. В Великобритании сейчас доступны для приобретения три модели автомобилей, оснащенные двигателем на этом виде топлива. Но особым спросом они пока не пользуются, прежде всего из-за отсутствия инфраструктуры. Водородная технология находится в стадии зарождения, и такие заправочные станции в Европе остаются редкостью. Как ожидается, к концу следующего года в Великобритании заработают 12 новых АЗС этого типа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова